Всем привет! Я Анна Оськина и в этом мастер-классе я научу вас делать аппетитный шоколадный торт с ягодками, листочками, бисквитным тестом, политый сладким кремом. Лепку тортика я начинаю с выбора цвета бисквита. Мне понравился песочный и шоколадный оттенки полимерной глины. Разминаю песочный цвет, раскатываю тоненько, примерно толщиной 3 мм и вырезаю круг формочкой. Делаю два таких круга. Теперь разминаю шоколадную пластику, раскатываю тонкий пласт, тоже 3 мм, вырезаю круг и следом за первым вырезаю и второй. Соединяю слои в чередующемся порядке, чтобы песочные и шоколадные цвета следовали друг за другом. Аккуратно сжимаю слои, чтобы они слиплись между собой и чтобы между слоями не было прослойки воздуха. Теперь этот корж нужно разрезать на равные части. Обычно у меня из такого тортика получается 8 кусочков. Сначала я режу пополам, потом каждую половинку еще раз пополам и уже четвертинки также делю пополам и у меня получается 8 кусочков. Старайтесь отрезать ровно, чтобы кусочки получались одинаковыми. Чтобы придать этим кусочкам красивую бисквитную фактуру, нам нужно обработать край зубочисткой. Я слегка подтачиваю зубочистку лезвием, чтобы она стала еще более острой. И аккуратно взрыхляющими круговыми движениями я обрабатываю поверхность тортика. Следите за нажимом. Если вы будете слишком сильно вдавливать зубочистку, то от тортика могут даже отлетать кусочки пластики. Если же вы будете просто вводить по поверхности, то желаемого эффекта может и не получиться. Чтобы нам не повредить ту поверхность, которую мы только что обработали, нужно положить ее на мягкую тряпочку. Я выбираю обычную хозяйственную тряпочку для пыли. У нее хорошая рыхлая поверхность, которая не позволит нам повредить то, что мы уже обработали. Таким образом обрабатываю обратную сторону. Сзади не нужно обрабатывать, потому что там будет крем. Кладу кусочек тортика между двумя листками бумаги, чтобы не оставлять лишних отпечатков пальцев и вставляю металлический штифт. Запекаться кусочек тортика будет уже со штифтом. Теперь нужно сделать украшение для тортика. Это всевозможные ягодки и листочки. Сначала я делаю клубнику. Отрезаю от красного цвета небольшие части, раскатываю зелененький в очень тоненький пласт, чтобы потом из него вырезать листочки. Отрезаю тоненькую полосочку и нарезаю ее на мелкие-мелкие треугольнички. Эти треугольнички это будущие листочки клубника. Катаю шарик красного цвета и формирую клубничку буквально двумя пальчиками. Получается такая форма капли. Примеряю на кусочек тортика. Мне кажется, получилось немножечко великовато, поэтому я убираю немного лишнюю пластику и проделываю опять те же самые действия, чтобы получить клубнику. Зубочисткой прикалываю листочки и присоединяю их к клубнике. Пяти листочков вполне достаточно для одной клубнички. Кладу клубнику на бачок и тыкаю ее, чтобы имитировать косточки. Естественно, никакие косточки вставлять в такую маленькую клубничку не нужно, просто нужно ее потыкать и будет эффект, как будто бы она такая вся натуральная. Таким же образом делаю и вторую клубнику. Теперь я делаю листочки. Беру маленькие кусочки зелененькие, раскатываю их в капельку. Зубочисткой приплющиваю на пальцы и обратной стороной ножа, тупой стороной, делаю прожилки листочком. Аккуратно при помощи зубочистки снимаю листочек с пальца. Кроме большой клубники и листочков нам понадобятся еще совсем маленькие ягодки для декора. Они делаются совершенно просто, делятся кусок пластики на мелкие-мелкие части, катаются в шарики и это будущие ягодки. Их можно сделать черные и красные. Это может быть черника, смородина или какие-то другие мелкие ягодки. Теперь делаю крем для тортика. Я беру гель жидкая пластика. У меня гель скальпи. Выдавливаю на тарелочку. Также беру пастель сухую коричневого цвета. Так как я хочу сделать шоколадный тортик, у меня пастель темно-коричневого цвета. Крошу пастель на гель и хорошенечко перемешиваю их между собой. Получается такая коричневая масса. Эту массу я наношу на тортик. Я специально смешивала гель, жидкую пластику, с пастелью, а не с полимерной глиной, как я это делаю обычно. Потому что мне хочется сделать такой жидкий стекающий крем. То есть, чтобы он прям вот стекал очень красиво, аппетитно, с тортика. Создавался такой интересный эффект. Я специально наношу крем на стороны тортика, те, которые мы ковыряли зубочисткой, будто бы крем стекает. Также обязательно нужно покрыть и заднюю сторону тортика, потому что она вообще никак не обработана. Обхожу штифт вокруг, чтобы не замазать его. Кладу кусочек тортика на отдельную бумажку, так мне будет удобнее украшать и запекать его. Даже если крем стекает с тортика на бумажку, ничего страшного. После запекания можно будет отрезать. Самое интересное для меня это украшение тортика. Когда все детали, которые мы сделали, можно выложить на кусочек. Кроме тех ягод, которые я слепила, я также использую дольку апельсина. Как-нибудь я обязательно покажу, как она делается. Но так как процесс изготовления апельсина достаточно длительный, я не затрагиваю его в этом мастер-классе. Следите, чтобы все ягодки были присоединены к крему, к гелю, которая жидкая пластика. Потому что жидкая пластика это не только такой декоративный элемент, это еще и очень мощный термоклей. То есть все детали, которые вы присоедините на крем, они прямо вмонтируются в кусочек. То есть получится один монолитный кусок тортика со всеми его украшениями. Когда кусочек тортика украсили, его можно запекать. Инструкцию по запеканию смотрите на упаковке полимерной глины. Достаем кусочек тортика из духовки. Гель стек немножечко и прилип к бумажке, но ничего страшного, его можно обрезать. Обрезаю простыми маникюрными ножничками. Подрезаю, чтобы было аккуратно. Теперь нужно вклеить штифт. К сожалению, металлический штифт не припекается к полимерной глине, поэтому я его вклею при помощи суперклея. Чтобы тортик был такой весь красивый, аппетитный, сочный, глянцевый, нужно покрыть его лаком. Я использую лак скальпи. Кисточкой аккуратненько наношу лак, чтобы были покрыты все части. Я покрываю только ягоды, фрукты и крем. Я не покрываю тесто, то есть не покрываю ту фактуру, которую мы обрабатывали по краям тортиков, потому что она матовая выглядит намного эффектнее. Создается такой контраст между глянцевым кремом и матовой фактурой тортика. Когда лак высыхает, нужно присоединить тортик, например, к брелочку и получается очень аппетитный аксессуар. Посмотрите, стекающий шоколадный крем, ягоды, долька апельсина, ароматный бисквит. Главное, его не съесть. Вы можете экспериментировать с разными цветами, тогда у вас получится множество оригинальных украшений. Творческих вам успехов! Задавайте вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы и оставайтесь на связи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok